МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня остановимся на условном медиахолдинге, который практически полностью принадлежит российскому миллионеру и бизнесмену крымско-татарского происхождения Ленуру Ислямову. В его медиа-активах телеканал АТР, радиостанция Мейдан. В марте этого года он приобрел радиостанцию «Лидер» и создал интернет-издание «15 минут», а в июне запустил детский спутниковый телеканал с круглосуточным вещанием «Ля-Ле». Структура собственников этого медиахолдинга – одна из самых прозрачных в Крыму. Ленуру Ислямов не стал перенимать практику большинства украинских медиамагнатов и скрываться за офшорными компаниями и подставными физическими лицами. К сожалению, самим бизнесменам нам встретиться не удалось. Большую часть времени он находится в Москве. Мы поговорили с генеральным директором телеканала АТР и во второй части нашей программы о редакционной политике, СМИ, входящих в медиахолдинг, и планах развития корпорации. Условный медиахолдинг, контроль в котором принадлежит Ленуру Ислямову, включает в себя две телекомпании, две радиостанции, интернет-портал и интернет-издание. Центральным медиа в этом холдинге принято считать телекомпанию АТР. Юридическое лицо имеет другое название – «Общество с ограниченной ответственностью Атлант-СВ». Телеканал был образован еще в 1994 году Красногвардейской районной госадминистрацией и двумя физическими лицами, но начал вещать в Симферополе и Симферопольском районе после смены собственника в 2006 году. Тогда основным инвестором был известный предприниматель Исаха Ибулаев и целевая аудитория. Эфирное название канала были сменены. Он стал крымско-татарским телеканалом АТР. Долгое время телекомпания имела по 2,5 часа эфира в сутки, и в отсутствии стабильного финансирования испытывала значительные трудности. Тем не менее, вскоре была запущена радиостанция «Мейдан», новости которой выходили на трех языках. На целевой аудитории тоже были крымские татары. В 2011 году появился инвестор, российский бизнесмен и миллионер крымско-татарского происхождения Ленур Ислямов. Ленур Ислямов – бизнесмен, владелец дистрибьюторской компании «Квинн Групп», которая занимается торговлей автомобилей китайского и украинского производства. Основатель сети дилерских центров «Километр в час» и российского банка «Джастбанк». В Крыму ему принадлежит компания «Сим Сити Транс», один из крупнейших пассажирских автоперевозчиков, а также охранная фирма «Заслон», компьютерная фирма «Айком» и несколько других автотранспортных предприятий. Сегодня Ленуру Ислямову, по данным Национального совета по телевидению и радиовещанию, принадлежит чуть более 93% уставного фонда фирмы «Атлант-СВ», который составляет 40 миллионов гривен. 2,5% принадлежат непубличной и неизвестной Мавиле Исмаиловой, 16 сотых осталось у Исыха и Булаева. И 4% по данным Национального совета принадлежат нынешнему председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову. Хотя сам Чубаров говорит, что из-за значительных инвестиций основного собственника сейчас у него осталось около 1%. Может быть, мне личность телевидения и совершенно не нужна, ни тогда, ни сейчас. Но если мы говорим о развитии крымско-татарского народа, особенно в той ситуации, когда народ практически полвека был в изгнании, и все, что было связано с его развитием, как и у других народов, это отсутствовало, это было необходимо, чтобы мы получили, может быть, единственный эффективный в нашей ситуации инструмент, который позволит нам одновременно решать вопросы возрождения языка, культуры, традиций, обычаев. В июле этого года в интервью агентству «Крымские новости» Ленур Ислямов объяснял покупку медиа желанием внести посильный вклад в развитие крымско-татарского народа. Это же желание руководило им и тогда, когда он финансировал создание первого художественного фильма о депортации крымско-татарского народа Хайтарма, режиссером которого стал талантливый молодой режиссер Ахтем Сейтаблаев. Так АТР стал первым крымским телеканалом, снявшим художественный фильм. Мы вообще в самом начале не думали о какой-то коммерческой составляющей всего этого дела, потому что задача была создать продакшн, все-таки свой татарский, крымско-татарский продакшн. Задача такая была. Есть телеканал, и, естественно, должен быть при нем какой-то продакшн, потому что все-таки, когда с нуля все это поднимаешь, понимаешь, что все-таки свое это свое, чье-то это всегда за это платить, и нам рано или поздно это пришлось бы делать. Вот, поэтому начали с чего? Начали с основ, начали все-таки с памяти. В этом году медиахолдинг получил новые СМИ. В марте начало работу таблоидное интернет-издание «15 минут». Тогда же у народного депутата Украины Сергея Куницына за 800 тысяч гривен Ленура Ислямов приобрел радиостанцию «Лидер», а с 1 июля начал вещание детский спутниковый телеканал «Ля-Ле». По данным Единого государственного реестра, учредителем этого телеканала и радиолидер является частное предприятие Ленура Ислямова – автоспеццентр имени Хаваджи. Собственник холдинга нацелен на то, чтобы его медиа стали самостоятельным бизнесом. Однако пока что приходится датировать. И когда не хватает средств от крымского бизнеса, фондирует и московский, признавался Ленур Ислямов. Условный медиахолдинг Ленура Ислямова стал одним из наиболее быстро развивающихся медиа в Крыму. В реструктуризацию телеканала АТР и развитие других медиа, по оценкам экспертов, были вложены миллионы долларов. Но так повелось в Украине, что вкладывать деньги в медиа – это дело априори убыточное. Как правило, основные активы собственников СМИ – бизнесменов, политиков и олигархов – сосредоточены в других отраслях. И СМИ только выполняет роль инструмента лоббирования интересов и защиты этого бизнеса. Ленур Ислямов с приходом на крымский медиарынок заявлял, телеканал АТР вместе с радио Мейдан приобретаются им для развития и пропаганды крымско-татарской культуры. Но со временем в его активах стали появляться новые медиа уже без привязки к крымско-татарской аудитории. И предположения о том, что они тоже станут выполнять защитную функцию для бизнеса Ислямова в Крыму, оказались небезосновательными. О том, зачем приобретались и создавались медиа, их редакционные политики и новых проектах – в нашем следующем сюжете. Весь условный медиахолдинг Ленура Ислямова находится в одном здании с его автопредприятием «Симсити Транс». Первыми сюда переехали телеканал АТР и радио Мейдан в 2011 году. Тогда же форматы медиа подверглись родительным переменам. АТР стал вещать круглосуточно на трех языках – крымско-татарском, украинском и русском. Вышел на спутниковое вещание. В марте этого года к холдингу присоединилась «Радиолидер», купленная по неофициальным источникам, за 800 тысяч гривен у экс-премьера автономии и народного депутата Украины Сергея Куницына. Создано новое интернет-издание «15 минут». «Радиолидер» мы приобрели, так как эта радиостанция просто продавалась. На тот момент нам было просто интересно и не хотелось терять крымское радио, поскольку все крымские радио перешли уже в формат просто ретранслирования каких-то национальных радиостанций. Издание «15 минут» – опять-таки это эффект кооперации определенной. Так как у нас телеканал АТР, все-таки это информационно-развлекательный канал, у нас очень мощная служба «Заман», которая создает новости, естественно, их выдает. И мы понимали, что еще необходимо людям предоставлять нашим слушателям не просто какую-то картинку, но еще давать определенные вещи, которые могут выйти раньше, чем, допустим, это выйдет на телеканале или на радио. То есть оно идет практически в мгновенном таком формате. Ну и очень много мы понимаем, что есть определенный сегмент потребителей, которые на сегодняшний день готовы именно прочитать на интернет-порталах, нежели посмотреть на телеканале. Потому что мы стараемся для каждой телевой аудитории создать тот продукт, который им необходим. С июня этого года начал круглосуточное вещание детский телеканал «Ля-Ле», на котором большинство программ делаются детьми и для детей. Известные популярные мультфильмы переводятся на крымско-татарский язык. Телеканал «Ля-Ле» круглосуточный, вещает на крымско-татарском языке преимущественно. Сейчас 80% у нас вещание идет на крымско-татарском языке. Мы показываем популярные мультики, сказки, переводим их, дублируем на крымско-татарский язык. И тем самым призывая молодое поколение изучать свой язык, любить его. Сегодня на АТР «Ля-Ле» в общей сложности выходят около 30 программ собственного производства. Но приоритетными на телеканале остаются новости и информационные программы. В день выходит 5 выпусков новостей. Три на крымско-татарском и два на русском и украинском языках. Кроме того, в таком информационном блоке у нас два ток-шоу политических. Это на русском языке, гравитация на татарском языке, преимущественно на татарском. Деменгди Батлар. Две итоговые программы тоже, соответственно, русский и украинский, русский и крымско-татарский, буавта и заман итоги. Есть еще такая информационно-развлекательная программа «Мазмазлар». То есть информационный блок достаточно большой. И понятно, что в каждом из этих проектов есть точечные и другие подходы. Если же говорить о редакционной политике в общей новостей и в целом, то на одна – показать картину дня. Какая она есть. У службы новостей есть свои корпункты в Киеве и Стамбуле. Недавно открылся и в Москве. Новостей оттуда пока что немного. Но, по словам Лилии Буджуровой, кроме политических новостей страны, планируют делать новости и о жизни крымско-татарской диаспоры в мегаполисе. С Москвы не так часто. Возможно, потому что там еще не очень сильно профессионально укреплен наш корреспондентский пункт. Там у нас все, с техникой у нас там все в порядке. Мы сейчас занимаемся подбором журналистов, которые бы на нас работали. И с Москвы нас в основном, конечно, будут интересовать политические вещи. Но и очень хотелось бы все-таки посмотреть, что происходит в Москве с нацменьшинствами. Что происходит с защитой их прав. Мусульманской общины, тюркской общины Москвы. Несмотря на общую крымско-татарскую направленность телеканала, шеф-редактор информационных программ Лилия Буджурова говорит, в новостях никаких установок на этнический приоритет нет. При этом собственник не вмешивается в редакционную политику. Подходить к новостям с точки зрения какой угодно национальной группы, это по меньшей мере смешно, согласитесь. Это старая моя шутка, но крымско-татарская журналистика – это приблизительно то же самое, что украинская физкультура. Новость, информационное поле, оно огромное. Оно наднациональное, но оно и внутринациональное тоже. В этом огромном информационном поле, особенно в Крымском, происходит масса событий, в том числе и связанных с крымскими татарами. Это и социальная активность крымских татар, это какие-то культурологические события, это спорт. И, естественно, они находятся в этом информационном поле, и мы их отражаем наравне с другими событиями. Со стороны владельца канала каких-то политических, идеологических требований нет абсолютно. Есть профессиональные. Так сложилось, что украинский медиабизнес в основном убыточен и существует на дотациях. Но генеральный директор компании Эльзара Ислямова уверена, что медиахолдинг может выйти на самокупаемость. За два года доход от рекламы им удалось увеличить несколько раз. Понятно, что инвестиционного характера там идут за миллионы долларов. Я вам не могу сказать, что это ежемесячно или квартально. Это измеряется бюджетами годовыми, тем более там они формируются, исходя из потребностей. Естественно, чтобы создать минимум студию продакшн, это нужно около двух миллионов долларов. Самый минимум. А текущий, естественно, опять-таки, если у нас какие-то целевые проекты идут, вот нужно сейчас, допустим, там, ну, условно говоря, провести там даже какой-то, я не знаю, там Новый год или еще какие-то точечные проекты, да, то есть, естественно, что немножко аккумулируется, и здесь идут какие-то вот отдельные бюджеты. После успешного выхода первого крымско-татарского фильма «Хайтарма», созданного силами АТР и на деньги Ленура Ислямова, на телеканале теперь планируют съемки первого крымско-татарского сериала, которым приступят в марте следующего года. Уже строятся съемочные павильоны и создана продакшн-студия, которая вместе с тем станет еще одним источником дохода. У нас множество различных роликов к плану, там, и, естественно, коммерческого плана, там, социального плана. Естественно, что работает большое количество людей, которые это создают. И вот у нас уже выделилась, как бы, новая еще оболочка, да, формальное объединение, называется «Корбова продакшн». Поэтому и там очень много задач. Мы сейчас планируем снять сериал. Под это дело мы, естественно, создали, создаем сейчас, строим огромные павильоны. Это связано с историей Крымского ханства. И называется она «Звезды Бахчи-Сарая». Первый, как бы, такой сериал будет снят о Хаджи Гирея, основателя Крымского ханства. После Нового года АТР запустит еще один крупный проект. Приступят к съемкам семейного шоу, права на которые планируют купить у авторов. Телеканала «Один плюс один». Сразу после Нового года мы уже вплотную займемся таким грандиозным, большим, повторюсь, семейным шоу. Оно что-то по формату напоминает «МИСМОЖа». Вот если вы помните, на телеканале «Один плюс один» был этот проект. Вот мы сейчас ведем очень плотные переговоры с владельцами этого формата. И вот как бы хотим этот проект здесь, в Крыму, этот проект как бы поднять и сделать тоже очень рейтингами. По крайней мере, помещение у нас уже есть. Ведущих подбираем, потенциальных участников, но от них нет отбоя. В самых ближайших редакционных планах телекомпании АТР подведение итогов года и съемки галоконцерта детского конкурса талантов «Татлы СЕС». Из декабря приступят к съемкам новогоднего «Голубого огонька», который обещают сделать классическим соблюдением всех традиций советского жанра. В следующей программе мы продолжим персонификацию реальных собственников крымских СМИ. На сегодня все. С вами была Наталья Кокорина и телепрограмма «Фокус». Все достоверные новости из мира медиа читайте на портале Центра журналистских расследований. Увидимся через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова